ну а в чем абсурдность того положения которое я вокруг себя создаю ну в чем абсурдность том что в сочетании всяческих обстоятельств и показателей дело в том что во первых в принципе абсурд это не про меня я произвожу исключительно порядок и логику а во-вторых ну еще раз я рассказываю что просто дело в том понимаешь дело в том что во главе у глаз ты то к чему человек стремится я стремлюсь к истине я ее до сих пор ищу и и это серьезно это не шутка понимаешь а истина это что такое истина это не обертка а это то что следствием чего является эта обертка этого ну по крайней мере попытка не то что увидеть что-то под оберткой а попытка именно понимаешь то что говорят есть такой взгляд что вот это все это все 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 это фантики от конфет вот это все кругом это не совсем так реальность просто давай если пау говорить смотреть правде в глаза то это не не вполне так это все во первых является сигналами из мира истины понимаешь это все является символизмом все это согласно андрею белому все что мы видим ничего не является случайным все является следствием чего то есть мы в основном видим не первопричины мы видим следствие первопричины мы тоже видим но мы их не видим мы их не воспринимаем как таковые понимаешь вот опять же про то что бывает так что тебе открытым текстом что-то говорят реальность тебе что-то открытым текстом говорит ну это то самое как если ты придешь просто в какое-то кафе вот этого ты сидел в какой-то черной мезе half-life 1 и познавал суть вещей и вот ты познал эту суть вещей и который выражается в одной фразе ты приходишь в кафе в какой-нибудь произносит эту фразу никто не понял что-то произнес а ты произнес то что все ищут понимаешь и таких всех такие сигналы есть просто мы их не слышим ну а дальше что еще существенно сказать в данном ключе друг мой существенно сказать следующее что если ты вдруг серьезно посвятил себя поиску истины действительно что если это не какое-то там шоу а у меня не шоу я тебе говорю мой канал это это шоу но не шоу и все по-настоящему если по-настоящему посвятишь себя истине то общество тебя упечет сумасшедший дом просто за милую душу потому что суть вещей и то чем себя люди успокаивают а люди именно себя успокаивают тем что тем что все понятно понимаешь тем что вот все прессауты там они женятся там заводят детей там место работы но все еще состоит да какой-то отдых хобби день за днем ну солнышко взошло лишних вопросов не задаю что это за солнце даже хотя бы если принять во внимание всем известный факт что солнце это звезда одна из многих понимаешь вот уже вот уже ты пошел по этой дорожке вот ты приходишь свой офис смысле о том что звезда солнце это звезда одна из многих вот уже первый шажок а если еще дальше понимаешь то есть много кто и в офисе задается эти глубокими вопросами но мне кажется что в целом общественная ткань она держится именно на всем поверхностном на поверхностном то есть на запретении формальных приличий вот и все на самом деле всех волнует то о чем я говорю понимаешь но еще раз говорю что предпочитает это все не углубляться и вот так а если ты углубился то во первых для тебя для самого это нагрузка если спускаешься в преисподнюю мысли действительно в их темные глубины и в них действительно спускаешься ты получаешь там информацию которая абсолютно правдивая но если ты потом выйдешь наружу вот в этот весь внешний мир который держится просто на всем внешнем и расскажешь про то что ты там видел тебя сочтут чокнутым это первое что называется дело вот и все и хорошо если просто чокнутым потому что могут еще и нахлобучить какой-то алекс брежнев поэтому и это нормально все это вместе нормально потому что инопланетянин смотрит на все это вместе со стороны вот на весь этот процесс инопланетянин то бишь я а тебе тоже никто не мешает быть инопланетянином инопланетянин я думаю он ближе все-таки к университету чем к к босяку какому-нибудь босяку философу поэтому я еще почему я еще не раз отоговаривал что я не посяк философ потому что потому что босяк это тоже демонстрация вот диаген и все такое они свои бочки он этим самым демонстрировал это был перформанс никого смысла быть нищим ради того чтобы быть нищим нету никакого и никакого абсурда я бы не хотел производить и терять общий язык с людьми я тоже не хотел понимаешь вот так поэтому то о чем я говорю это полностью нормальные здраво по крайней мере мне так кажется